Ребята, всем привет! Именно так начинается утро худеющего человека. С сегодняшнего дня я выявляю марафон похудения. Смотрите, сейчас я жарю яичницу на воде. Вот то, что сейчас дымится и кипит, это водичка обычная. Ну, посмотрим, что получится. А это у меня зелёный чай. Самый обычный зелёный чай из Ашана. Вы можете взять абсолютно любой, который вам больше по вкусу. Я собираюсь сейчас на работу. Приняла душ, сейчас буду волосы сушить и собираюсь на работу. Я не скажу, что мы прям будем отказываться от масла и всё остальное, но вот все говорят, что способ приготовления и нажаренное очень вредно. Поэтому попробуем хотя бы утром вот сейчас ограничиться чем-то вареным. Кстати, у нас была чёрная пятница и, в общем, мы там отхватили вот такую штуку. Это подставка под тарелку. Да и, в принципе, ну, как бы можно более-менее многоразово использовать. У нас таких штук две. Вторая подставочка выглядит вот так. Мне кажется, очень приятно выглядит в коричневых цветах. Ну, ладно. А, не показала вам свой маникюр. Как же без этого? Вот. Рисовала вчера весь вечер. Не затеяли, в общем-то. Ну, мне кажется, интересно. Напишите, как вам. Ой, ребята, ну что, вот так выглядит моя вареная яичница. Будем сейчас отскребать. Кстати, отскреблась она нормально. Ну что, вот такой у меня будет завтрак. И, ребята, я пыталась отказаться от хлеба. В общем-то, получается, это безболезненно на самом деле. Но у меня потом начало болеть сердце. А там фолиевая кислота, еще там что-то, еще там что-то. То есть хлеба в моем похудении все-таки будет. Ну, немного. Собственно, это будет сегодня, весь хлеб на сегодня. Ребята, представляете, хотела снять сейчас очередь секонд. И они все такие, ой, девушка, не снимай, не снимай там. А что, нам запрещено снимать очередь секонд? Или что, расскажите? Кстати, ребята, только я начала худеть. И у нас тут разговор случился на работе о итальянцах. Говорят, что они там свешивают еду. Я не знаю, может, это единичный случай. Может быть, это так принято. Не знаю, напишите, что они едят по 100 грамм еды только. То есть три раза там, утром, обед и вечером 100 грамм еды. Но в перекусах можно фрукты. Некоторые фрукты не едят в перекусах. Вот напишите, как. Может быть, вы знаете каких-то итальянцев, которые именно в Италии живут и так кушают. Напишите, потому что, мне кажется, это как чересчур. Кстати, смотрите, в какой теплой шапочке. В прошлом году я ее покупала. Смотрите, тут подкладка по всей голове. Вот так. А тут тоже. У меня эта шапочка очень понравилась. Но единственное, что она у меня чуть-чуть вот именно тут, она чуть большевата. Мне так кажется. У тебя такая натуральная. Да, натуральная. И я тут еще какая-то лайвочка. Покупала я ее в магазине Ашоп в прошлом году. Там была с продажей. Может быть, сейчас тоже такие там есть. Недорого я ее покупала. А что самое интересное, по сегодняшнему главу, шапочка оказалась вообще не в тему. Продолжение следует... Знаете, что я подумала? Купить какое-то такое деревцо. Вот, типа такого маленькое. И нарядить его. Ну, может быть, на работе, а чего-то нет. Чтобы оно живое было, и чтобы оно дальше осталось там расти. Как вы думаете? Вот, любителям растений посвящается. О, кстати, клубника. О, кстати, клубника. 27 гривен стоит. Нужно так вырастить в себя. Где-то на подоконнике. Вот это я. К пуховичке в тепленьком. Упал. Это не я. Вот этот кустик можно было отмиродить. Пойдем с вами в Ашанзаш. Кстати, ребята, очень люблю такие книжечки посмотреть, полистать. Сейчас я вам покажу. У нас тут шоколадки по скидке. Вот эти. Как вы представляете, сегодня в Ашане будут 20 часов дня раздавать торт. Всем бесплатно. Смотрите, какие я купила шоколадки. Это у меня такая же молочная, користая шоколадка. Также вот такая с черникой. С черничной нугой. Мне очень нравится. Все необычно. Ну что, скушала я слабкую вату. Сейчас кушаю еще такую грушу. И, наверное, еще бананчик. Вот такой. И еще скушаю вот такой бананчик. И сейчас сверху его притошу. Смотрите, чем. У меня тут сливки. Вот. Это все красоту есть. Сейчас захомячу. Это у меня такой перекус. Ну, ребята, сейчас я буду заваривать кофеек. Там у меня уже две ложки сахара чайный. И пол ложки заварного кофе. И сейчас я отдельно кипящую водичку. Да, ребята. И одновременно с похудением обязательно нужно начать как-то дисциплинировать себя. Ну, быть в чем-то. Например, перестаньте опаздывать, если вы опаздываете. Или начните застилать кровать сразу же после того, как вы проснулись, а не после того, как вы приняли душ и все остальное. А кто-то, может быть, вообще ее не застилает или застилает в пять вечера. Или начните читать, например, по одной, две, три странички в день хотя бы, да? Хотя бы. Кстати, если вы будете читать хотя бы по одной страничке в день, вы прочитаете 360. И дальше, да, продолжите сколько страничек за год. То есть это будет вполне одна книга. Ой, сейчас нужно кофе выключать уже. Смотрите, просто я вот такое количество кофе залила водой, кипятком. Вода только закипела. Буду перемешивать. Сверху, я не знаю, мне, честно говоря, вот сливок уже не хочется. После сливок с бананчиком уже не хочется, не знаю. Кстати, как вы относитесь к интуитивному питанию? Напишите в комментариях. И обязательно напишите в комментариях, как вы относитесь к диетам, в принципе. Потому что, ну, на самом деле у всех диет есть какие-то противопоказания. У каждой диеты, я смотрела, есть достоинства, есть недостатки. При некоторых заболеваниях нельзя использовать эту диету. Вот, поэтому, да, в общем-то, лучше, конечно, правильное питание. Ну, если вы хотите похудеть, и достаточно много вам нужно похудеть, на достаточно большое количество килограмм, то, в общем-то, там уже все средства хороши, да, девочки? Вот, и поэтому пробуем там все разное, разнообразное. Но в целом, конечно, нужно заниматься спортом, и я рекомендую вам придерживаться правильного питания. Также я, в общем-то, нормально отношусь к интуитивному питанию. Вот, интервальное голодание, я бы не сказала, что это прям очень хорошо, потому что на нем тоже долго сидеть нельзя. Ну, вот, как-то так. Напишите, как вы относитесь к диетам, какой системой питания придерживаетесь вы. Кстати, как вы мой макияж на сегодня? Это я уже, в общем-то, я с ним походила часа три. Четыре часа уже походила с этим макияжем. Чуть-чуть уже в некоторых местах нужно подправить. Вот, ну, как бы бывает, да? Кстати, ребята, вот та очередь с ЭКОН, которую я хотела снять, я, в общем, не получилась. Она была длиной 40 метров. Я просто такую большую очередь, честно говоря, наверное, не видела никогда. Вот так вот. Бывает же. Ну что, ребята, решила поджарить грибочки. Ну, я их, наверное, сегодня есть не буду, потому что мне как-то не хочется. Вот, ну, просто они будут жарлены. В общем-то, термически обработаны, скажем так, чтобы они не пропали. Ой, кстати, вы знаете, добавила в кофе взбитых сливок, потом еще, еще. В итоге я их три раза туда добавила. Честно говоря, да, не очень-то для похудения. Ну, ничего. Если сорвались, давайте будем дальше как-то пытаться худеть все равно. Вот, ребята, я посолила подкорчевые грибочки, обжариваю их на растительном масле. Куда дальше добавляйте? Увечки, не говоря, пока я не знаю. Может быть, яхту добавить на обживные. Так они, кстати, мягче становятся, и все еще вкусно, как раздаваются. Варивать я их буду две минуты. Ой, кстати, я тут посмотрела сейчас ролик один на YouTube, такой интересный. И там рассказывали о зеркальных датах. Сегодня у нас как раз зеркальная дата одиннадцатая-одиннадцатая. И там говорят, что эти даты очень важны. Они очень значимы. И, в общем-то, можно какие-то там ритуалы проводить, если вам это нравится. Можно загадывать желания. Но там сказано, что если вдруг ваше желание не сбывается, может быть, Вселенная вас останавливает от реализации этого желания, потому что, может быть, это принесет вам что-то не очень хорошее. Поэтому, ребята, вот если у вас не получается что-то, а вы очень ходите, а не получается, может быть, действительно остается отказаться от этого желания. Может быть, это что-то вам во вред. Напишите, что вы думаете по этому поводу. О, вот одиннадцатая-одиннадцатая. Очень хорошо для начинания чего бы то ни было. Мы сами начали худеть. Ну, посмотрим, что из этого выйдет.